Маски не предназначены для постоянного ношения, у него нет в трудовом договоре. Мы тогда поехали в отдел полиции центральной, переодевайтесь. У меня нет желания ехать. Нет у вас желания, тогда мы принудительно сейчас поедем. На основании чего вы принудительны? На мучниках, поедем. У нас получена готовность. Кем веден? Губернатором. Без маски, без маски, без маски. Ну, в общем, вы убедились, что народ здесь ходит без намордников. Ну и я без маски. Сам факт, хотят отстранить от работы Лера Мерленова-Кузнецкая. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. У меня заключен трудовой договор с Лера Мерленова уже как 5 лет. На должности продавца, консультанта. После введения вот этого масочного режима, клоунады, маски внедрялись плавно. Сначала просили носить вот здесь, хотя бы в торговом зале. После стали уже требовать, натягивать вот так плотно. Далее начали это требовать даже в служебных помещениях, где нету ни клиентов, ни проверок, ничего. Ну, никаких структур других нету, кроме нас. 29 октября 2020 года я пришел в Мегафон офис, и мне отказали услуги из-за маски. Тогда произошла конфликтная ситуация, и я тогда понял, что либо я ее, одевая везде по первому требованию, этот намордник, либо я ее не ношу нигде. И в магазине Леруа Мерлен в том числе. Я принял решение, что я не буду носить этот намордник, маску гигиеническую. И в отношении меня, когда я ее снял, значит, началось все с того, что директор магазина города Новокузнецка спросил, где у тебя маска. Я сказал, умывать лицо пошел, поэтому нету, ну, в кармане. Слово за слово он предложил пройти к себе в кабинет. В кабинете директора, когда я подошел, спросил, Денис, почему мы должны носить маски? Можно мне какие-то законные основания, документы? На что он мне просто ответил, потому что я так сказал. Ну и, соответственно, реакция у меня была аналогичная. Я ему сказал, завтра трусы скажешь на голове носить, тоже будем носить. Ну и все, а с этого все и началось. Далее меня уже в течение двух еще дней всяческие руководители, некоторые, не все подходили, пытались убедить носить этот намордник. Я, естественно, не ношу его. После составили, вызвал меня руководитель на беседу, ознакомливать с документами. Значит, когда я начал ознакомливаться с документами, читать, собственно, на основании чего я в магазине должен носить, мне сначала было сказано, что руководителям Кирилла, ты рассуждаешь как клиент. Вот тебе ответ для клиентов, которые недовольны на обслуживание, что их без маски не обслуживают. Ну а почитай. Ну я как бы это почитал, другие документы читаю. И читаю приказ директора от 16 марта 2020 года, Гордона Кузнецка. Там единственное, что сказано про маски и сотрудников, это пункт 1.4. Дословно, маски не предназначены для постоянного ношения, маски предназначены для тех сотрудников, которые считают себя больными. И, запятая, заботятся о здоровье окружающих, боятся их заразить. То есть я тогда спрашиваю, значит, руководителя, слушай, так я как клиент или как директор рассуждаю. Это получается, мы что здесь, все больные, что ли? Я говорю, я здоров и психически, и физически, и намордник этот носить не буду. Если вы считаете себя больным, ну носите. А что получается, когда вы носите эту маску, при этом внешне вы здоровы, ну как у нас сейчас говорят, ковид может протекать бессимптомно. Соответственно, ты носишь маску, считаешь себя больным, согласно этого приказа. Но внешне нет ни температуры, никаких выделений, никаких болей. Получается, все-таки ты болен. Я знаю только один вид заболевания, это психический, шизофрения, алкоголизм и тому подобное. Понимаете, что это значит, когда вы носите эту маску, вот если опираться на этот внутренний приказ. Вот, я тогда начал ссылаться конкретно на этот пункт, на основании его не буду носить вот этот намордник. Приказ директора. Далее составили акт об отстранении от работы. Я просто расписываться в этом не буду по определенным причинам, которые я вам не могу объяснить. Так, значит, ссылаетесь на постановление, правильно? Да, ссылаетесь на постановление. Вот постановление, ознакомившись с ним в свободное время от работы. То есть, вот указано, что обеспечить обязаны, они меня обеспечили, молодцы, не знаю, деваться куда-то их заботы. Но что я носить обязан, вообще нигде этого нету. Ссылается на должностные инструкции, там распорядок внутренний. Тоже нигде это про маску не написано. Я даже лиц ваших не снимаю, но вот баджик заснял, чтобы зафиксировать. Сам факт. Хотят отстранить от работы Лерана Ленова-Кузнецкая. Что-то я не пойму, подожди. Вот он на руках подписывает, вот этот самый, почек разный. Ну и как это, два разных документа, правильно я понял? В одном одно написано. Ну-ка, дайте мне почитать. Отказ в ношении маски, правил внутреннего трудового распорядка. Внутреннем трудовом распорядке где-то можете мне объяснить, где написано, что я должен носить маску? Я должностную инструкцию предоставил. Я предоставил. Вот у должностной инструкции, у тебя есть на руках, там все написано. На какие приказы? Что, какой конкретно пункт? Я сейчас руководствуюсь приказом директора. От 16 марта 2020 года, пункт 1.4. Акт о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следом, вот, акт об отстранении от производства работ. Когда, значит, отстранили, руководитель Владимир подошел, говорит, покинь служебное помещение, так как в этом акте тоже указано, что тебе запрещено находиться в служебных помещениях хозяйственных. Я покину служебное помещение. На следующий день по графику сменности, смена с часу, ну, с 13.00. Согласно акту вот этому об отстранении, для тех, кто не знает, есть акт на один день составляется, а есть акт до устранения причины. Так вот, этот акт до устранения причины. В три часа звонит мне, значит, руководитель, спрашивает, почему я не на месте там, почему я не в Леруа, все ли в порядке со мной. Я отвечаю, да, все замечательно, жизнь прекрасна. Он говорит, ты не пришел, потому что маску не носишь? Я говорю, да, совершенно верно. Я тебя, ну, я же тебя вчера отстранил. Я говорю, читай, до какого времени действует этот документ. Все, через полтора часа перезванивает и говорит, что выходи по графику в ночную смену. У нас была подготовка к инвентаризации. Я, в свою очередь, понимаю, что там подготовка к инвентаризации, что все вот эти трудовые обязанности ложатся на плечи оставшихся сотрудников в отделе. Вместо того, чтобы сказать, высылай по почте, например, акт о допуске к работе. То есть, если акт об отстранении, то должен быть акт о допуске. Вот, я говорю, что я приду, но вы мне документ сделаете, что вы меня допустили. Я, значит, вышел уже там через два дня после выходных, выхожу на смену. 21.43. По звонку руководителя торгового сектора пришел, значит, в ночную смену. Было сказано, что если не будет документа о допуске меня на работу, я не смогу приступить к работе. Смотрим, есть допуск или нет. Он меня сам отстранил. Что там? Опа! Здравствуйте. Документы есть какой-нибудь на мое фамилии, имя, отчество? Кирилл Михайлович Вареников. Есть. Можно мне? Акт о допуске до производства работ. Дата и время допуска 4-го числа, 4-го месяца сейчас разрешается находиться на территории, включая бытовое помещение. Матвеев, Чесик. Все. Акт о допуске есть. По объяснительной тоже писать я не обязан. Мне дают документ, акт о допуске до производства работ от 4-го ноября допустили. Таким образом признали, что незаконное отстранение было, и два этих дня в ноябре мне оплатили. Далее, когда я вышел на смену, попал в магазин, дежурный директор вручает мне новый приказ директора магазина, в котором уже прописано дословно приказ от 30 октября 2020 года директора магазина с его подписью. Пункт 8. Обязать работников использовать и носить маску, а также установить правильное ношение маски в ТЦ Леруа Мерленова Кузнец. Следующим образом, маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставлять зазоров, стараться не касаться поверхности маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Не использовать вторично одноразовую маску. Используя одноразовую маску, следует немедленно выбросить отходы. Какие отходы у вас есть лицензии на утилизацию опасных медицинских отходов? Маска используется в течение всего времени нахождения в ТЦ Леруа Мерлен. За исключением времени отдыха при непосредственном приеме воды и пищи в специально отведенных для этого местах. То есть получается теперь сотруднику, человеку можно снимать маску только там, где ты ешь и пьешь. Разрешите мне попить и покушать? Вам не позвонить и отчитаться, доложить? О времени начала приема пищи и об окончании, что маска одета. Здесь также написано, что сотрудник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Что я делаю? Я ознакомлюсь с этим приказом, пишу на него возражения. На странице 6 я написал, почему этот приказ не имеет законной силы. Они ссылались на постановление Поповой этой рекомендации. К тому же Попова у нас не является главным государственным санитарным врачом. Является Ананев Василий. У нас два Роспотребнадзора. Откройте налоговую выписку ЕГРЮЛ. Роспотреб там, где Попова. У нее одна лицензия, вид деятельности. Это примерно как у приставов, федеральный орган власти. И откройте у Ананева Василия выписку на его организацию, муниципальную. Роспотребнадзор там около 20 видов лицензий и деятельности указанной. Вот они и являются, как у Роспотребнадзора, такие лицензии. То, что касается постановления этого распоряжения губернатора, который без губернии. Опять же, губернатор без губернии. То, что там ни один человек еще не видел его подписи в этих документах, за которые не берет ответственности. Возможно, у него просто нету подписи в паспорте, конечно. Но это уже отдельный вопрос. Фактически подписи нету у губернатора. Другой момент, что губернатор не является субъектом государственной исполнительной власти Российской Федерации. Об этом есть постановление Верховного Суда Российской Федерации. В документах вы увидите ссылку, номер этого постановления. Ну и все, больше они ни на что не ссылались. Все остальное были прописаны хотелки. Обязать человека носить тряпку на лице, заткнуть себе рот, нос на 8-часовую смену. И час перерыва, и тот наверху, и должен находиться в этой тряпке. Также Вареников Кирилл Михайлович проходил службу в роте разведки радиационно-химико-биологической защиты. Поэтому я имею на это полное право заявлять это и утверждать, что под маской в 5-10 раз превышено количество содержания углекислого газа в ППМ. Это вот 5-10 тысяч ППМ. ППМ это количество содержания частиц углекислого газа на миллион частиц в воздухе. Так вот, в 5-10 раз превышено. Посмотрите, как называется заболевание при недостаче кислорода. Это гипоксия. Мозг атрофируется. Человек тупеет в прямом смысле, не считая уже каких-то менее заметных последствий. Также при этом, перед тем, как выйти в ночную смену, я списывался с вот этим руководителем, который меня отстранил, и говорил ему, чтобы поставил меня на питание. У нас такая процедура, то есть днем заказываешь, на ночь тебе оставляют сотрудники столового питания в холодильнике. Есть те, кто постоянно в ночь работают, ночники, а есть те вот на подготовку предподсчета, то есть это редко, там 3-4 раза в году бывает, чтобы я выходил туда в ночь. То есть процедура, днем заказываешь, вечером питание. Меня раз, ограничили доступ в эти хозяйственные помещения актом об отстранении. Два, я позвонил менеджеру, он был с ночи, я это понимаю, ну какие к нему вопросы, руководителя я просил поставить на питание. Он отказал, говорит, это твои проблемы, делай сам. Когда я, значит, смену вот эту вот был, в течение смены я, собственно, я хотел дописать вот свое заявление, возражение на вот этот приказ, и хотя бы что-то успеть сделать, но сходив в столовую и увидев, что там ничего для меня не оставили, я остался голодный вот с 10 вечера, плюс дорога, да, с 10 вечера до 8 утра, до того момента, пока откроется столовая, я был голодный на воде, просто на воде. Смена до 6, но я дописывал этот документ. Я остался голодным, на что тоже отдал вот это заявление, возражение, и написал докладную на руководителя, который не поставил меня на питание. Ответа письменного на эту докладную по сей день не было, сегодня уже декабрь месяц. После того, как я отдал это заявление, вышел на смену, начались опять там козни, через день или на следующий день, вызвали к руководителю службы персонала, персон, я персоной не являюсь. Предоставили мне, значит, ответ, о моих доводах там ничего не сказано, в очередной раз попросили руководствоваться вот этим новым приказом. И хочу заметить, что вот этот приказ от 16 марта, на мой взгляд, он пришел сверху. От юристов проработанно на все магазины разослали, в которых они не брали ответственность на себя, не подставляли директоров. А вот здесь, локально, директор вдруг решил, что он может написать, что человек должен носить вот этот намордник. После этого, значит, ответа на мое возражение, состоялся диалог с Олесей Мещеряковой, начальник отдела кадров по-простому. Мне, в общем, после дискуссии, мне было с ее стороны предложено три варианта. Первый – это одеть намордник. Второй вариант, насколько я помню, это иди куда хочешь. И третий вариант, мы тебе организуем отдельное место работы на улице и отдельное место питания. Понимаете, как звучит, да? Ну, мне как бы и смешно было, и неприятно. Законом это не предусмотрено, но она вот позволяет себе такое говорить. На что я сказал, у меня есть свои три варианта. Что первый вариант, я не одеваю этот намордник и продолжаю свою трудовую деятельность. Второй вариант, что по соглашению сторон можем разойтись, но после того, что, значит, произошло уже, да, вот отстраняли, допускали. Ну, я назвал конкретную сумму, здесь я не буду говорить. Ну и третий вариант, если вы будете беспределить, то в отношении вас тоже будут приняты мною действия максимально, которые вам нанесут, так скажем, нехорошие последствия будут. После этого диалога она сказала, ну, значит, ты выбираешь третий вариант. На что я ей сказал, это ты выбрала свой третий вариант, и она пошла его реализовывать. Что значит было? Я пошел писать заявление на ее ответ, на мое возражение, а она пошла писать служебное задание. Заявление это на ответ приложено. В нем также я указал, что графика на декабрь месяц, сейчас скажу, от какого числа. Заявление было написано 6 ноября 2020 года. Графика на декабрь на тот момент до сих пор не было. Это у нас статья 103 Трудового кодекса. Графики сменности доводятся до сведения сотрудников не позднее, чем за один месяц до введения в действие. Штраф для юрлица 30 до 50 тысяч. Вот. Это было проигнорировано, естественно, в дальнейшем. Служебное задание. Зачитываю. Кириллу необходимо произвести предварительный предпочет палет отдела в сад, а я территориально в отделе скобинные изделия. В количестве 20 штук с оставлением карточек предпочет. Идем далее. Значит, был диалог. Я задаю вопросы, на основании чего такое служебное задание. Идти предпочитывать, да, ну, во-первых, товар, который не в моем отделе. Во-вторых, где-то это на улице. И почему именно сегодня, именно сейчас. На что она мне сослалась, на паб вела в кружочек, на пункт с трудового договора, что сотрудник обязан участвовать в инвентаризации и в обязательных мероприятиях магазина. Хорошо. Хорошо. Если у нас проходит, ну, я спрашиваю, а какое у нас обязательное мероприятие? Она говорит, подготовка к инвентаризации. Если подготовка к инвентаризации, и у вас есть такое обязательное мероприятие, тогда почему меня не ознакомили письменно об этом мероприятии, что предусмотрено трудовым кодексом? Ответа нету. Я говорю, значит так, давай я пойду уже трудовые обязанности, свой отдел идти исполнять. У меня там, ну и так, завал. И мы этот листок с заданием просто рвем, ну и ничего дальше не будет. Или я сейчас сажусь и продолжаю писать, начинаю ответ на то, почему я не буду исполнять это служебное задание. Считаю, это, кстати, задание именно дискриминации по признаку того, что не ношу намордник. Все это время именно дискриминация в отношении меня идет. Никому более таких мер как бы не принималось за последние два месяца, только вот меня. Также я попросил, чтобы мне больше такие задания не направляли. Далее, значит, 10 уже, 11 ноября, 10 числа, я ждал, это ожидаемо. Уже как бы задействовали руководители, начальника отдела кадров, директор там попсиханул, контролер подходил, спрашивал, почему ты без маски, но сегодня тебя ознакомят. Я говорю, нигде ж не указано, но сегодня ознакомят, вот тогда и остранили. Ну, все задействованы, остался начальник службы безопасности, по-русски говоря, менеджер УПВС в Леруа Мерлен. Я этого ожидал, он подходит, говорит, ну пойдем пообщаемся. Пойдем. Пошли общаться в начале разговора, он спрашивает, Кирилл, у тебя, баш, нормально работает? И да, нормально. Все, после разговора, после того, как он мне назвал там угрозы, что там будут штрафы, там Росгвардия, Роспотребнадзор, там еще что-то, ну будут там проблемы. Все это так вежливо и культурно, но я тоже и ответил вежливо и культурно, что я как бы, ну знаю, за что предусмотрены штрафы, за что нет и кому. Вот, после разговора, через час, когда я пошел на обеденный перерыв, просто перестал работать бадж. Был отключен бадж. Все равно я наверх прошел, сотрудники, ну мимо ходят, как бы. После обеда я опять начал писать заявление, фиксировать события. Значит, ТК РФ, статья 234. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях, незаконного лишения его возможности трудиться. Вот. За это время, пока я составлял заявление, бадж уже включили. Просто знали тоже, что я его составляю и, ну, не стали. Видать, это была ошибка у ПВСника. Ну, не может быть такого совпадения, что после его вопроса, как работает бадж, и после разговора с ним вдруг он перестал работать. Это отключил непосредственно менеджеру ПВС. Я так считаю. Также, вот, 10 ноября составлено было заявление. Прошу предоставить заверенные надлежащим образом копии документов. Приказ директора Леруа Мерлен магазина города Новокузнецкого от 16 марта, вот тот самый, в котором прописано, что необязательно для постоянного ношения. Значит, приказ этот сегодня декабрь месяц. Приказ до сих пор не предоставлен. Проигнорировали, что я считаю нарушением, и как минимум за это можно к административной ответственности привлечь или штраф. И также запросил все приказы директора Леруа Мерлен магазина города Новокузнецкого, связанные с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. После, сейчас скажу, какого числа, 29 ноября. Очередной наезд, так скажем, документальный. Отфотографировали с камер видеонаблюдения, как сотрудник пользуется служебным телефоном. Эти фотографии Зайцева старшей смены охраны служебной запиской написала руководителю, что вот не обращают внимания на клиентов, что считается, что я считаю, клеветой полной. Там просто невозможно в отделе не обратить внимания на клиента, они сами его обратят, твое внимание на себя. И что вот телефоном пользовался. Составляется на основании этой служебной записки акт о требовании предоставления объяснительной. Акты эти я не стал, не брал. За всю историю, вот сколько с ними переписка, я не подписывался ни в одной этой бумаге. Ни в одной. Везде либо понятые там, либо еще как-то они. Ну, в общем, моей подписи, ни на одной их бумаге, то, что касается этих ковидных всех мер, нигде нету. Что я сделал на вот этот акт о предоставлении объяснительной? В таком случае, если ты не пишешь объяснительную в течение двух дней, тогда могут все равно привлечь дисциплинарные ответственности, а если ты пишешь объяснительную, то объяснительная имеется и могут привлечь дисциплинарные ответственности. Я написал волеизъявление. Довожу до вашего сведения, что 29 ноября 2020 года сотрудник отдела скобины изделия Вареников Кирилл, находясь на своем рабочем месте в отделе скобины изделия, пользовался служебным телефоном, выданный компанией, инструмент, что не запрещено. Непонятно, на основании чего Зайцева, старшая вот этой смены охраны, взяла на себя полномочия следить за исполнением трудовых обязанностей сотрудников компании. Более того, Зайцева СА даже не является сотрудником Леруа Мерлен Восток, ее нету. Каким образом она может служебные записки писать, если она вообще не в штате, это организация? В трудовом договоре у нас нет старших смены охраны, как контролирующего органа, проверяющего и тому подобное. Служебная записка Зайцевой СА в отношении лица персоны Вареникова Кирилла является клеветой, в части, что Вареников Кирилл не обращал внимания на покупателей, что подрывает его репутацию, а также Зайцева СА или лицо, возможно, составляющая эту записку, почему-то не обратила внимания, как Вареников Кирилл спустил гвоздей килограмм 300, закрыл перебой, найдя его в другом отделе, раз 20 поднялся и спустился по высокой стремянке в поисках товара, отработал перебои, сделал баллизаж, пополнил кроссы и порой одновременно консультировал по 2-3-4 человека.